друзья доброе утро смотрите какой у нас восход солнца полоской идет тихо и хорошо дождя нет снега нет погода хорошая день обещает быть хорошим а значит и должно быть настроение отличное здесь неудобно снимать то провода мешаются но по-другому никак всем хорошего дня и все на березе листья не опали желтые вот мороз значит не был когда мороз бывает сильный листья спавится листья красивые стали красноватые это ежевика я еще капусту не срезала вот у меня и немного жду мороз когда будет это зимняя капуста надо чтобы мороз был в ночь а потом я ее уже срежу на хранение положу на колени листья почти осыпались петрович вас приветствует наверно уже пора и розы обрезать смотрите сколько бутонов раз два три 4 5 и сам еще вот он цветет а уже пора обрезать к зиме готовится 16 октября наверняка пора здесь тоже есть бутончик и здесь есть бутончик в общем я пошла в дом день мой продолжается и вам хорошего дня и успехов в нем я решила заняться цветной капустой разобрала на соцвете закинула в кипящую воду чуть-чуть привали к приварю вы уже знаете что у меня такая капуста вот выросла цвет у нее такой салатовый салатный поварится чуть-чуть потом буду на сковородке обжаривать добавлю сливочного масла и наверное саму эту эту капусточку обсыплю манкой сухариков у меня нет манкой пересыплю и потом буду уже жарить на сковородке капусту я уже вытащила горячая даю ей возможности чуть-чуть жидкости чтоб с нее стекла я шумовкой вытаскивала я уже разбила 3 яйца я уже нарезала лук я уже приготовила сливочное масло сейчас на сковородку на плите положу кусочек сливочного масла пусть покатает потом буду добавлять сюда капусту но прежде капусту обсыплю манкой еще сковородку добавила немножко растительного масла вот здесь видно здесь даже еще сухо капусту обсыпаю манкой у кого есть сухарики с сухарями и перемешаю вот так это выглядит можно сказать со всех сторон кусочки в манке но сейчас сковородку пойдет первым лучок пока лук будет обжариваться и прозрачным становиться я размешаю яйца просто обычной вилкой взбивать ничего не буду просто перемешаю белки желтками можно конечно сюда было бы сметанки добавить или немножко молочка что вам нравится я добавила все же ложечку сметаны наверное видно вам да вот это беленькая это сметанка все ждем лучок лучок уже начал даже желтеть видите все хватит ему жарится добавляю сюда капусту и время от времени буду перемешивать огонь сделаю поменьше пусть капуста пожарится поджарится я еще добавила в яйца соль и перец хочется сюда в капусту добавить немножко паприки чуть-чуть совсем а то скучный цвет получается и прикрыть крышкой время от времени минутки через две-три открываю крышку перемешиваю все заново и смотрите уже капуста моя меняет свет вот вот уже хорошо и по ощущениям и чувствует что она такая не жесткая никакая уже приятная мяскости и теперь можно сверху залить яичной смесью сделать маленький огонь и накрыть крышкой открываем смотрим что у нас получилось очень-очень-очень хорошо поджарилась перемешиваем перемешиваю все вот она уже почти готова капуста все все готово теперь остается посыпать зеленью вашей любимой кто хочет поострее можно чесночку добавить прикрываю крышкой выключаю огонь и скоро будем пробовать вот и все мое блюдо осеннее уже готово уже в тарелке уже мягенькая капуста такая смотрите ароматная капуста очень вкусно от манки крупинки чуть-чуть похрустывают но это придает прям такую пикантность этому блюду очень быстро готовится попробуйте приготовить и вы такую капусту кстати к этой капусте можно подать соус состоящий из сметаны с чесночком и зеленью можно макать в этот соус можно с краю вот так положить на ложечку и макать здесь уже в тарелочке очень вкусная капуста получается приглашаю вас на капусту с яйцом хорошего дня вам живем дальше день мой приближается к вечеру надеюсь у вас день хорошо прошел смотрите какое у нас небо к вечеру стало утром я вот там вам показывала восход солнца а вечером солнце садится и на облаках розовый цвет появился я ходила в магазин кое-что купить и зашла к дочери на работу и она меня угостила хлебом чиабатта называется хлеб кто смотрит наш канал давно тут уже наверно наверняка знает что наша дочь канал у нее называется анюточка минуточка печет хорошо торты печенье в общем выпечка у нее хорошо получается и совсем недавно она вывела сама закваску на ржаной муке и стала печь хлеб хлеб у нее удачно получается но это это вот хлеб не с ржаной муки это высшего сорта мука и это как и она смесла мама это чиабатту я испекла несколько штук испекла и говорит заходи ко мне в магазин я тебя угощу сейчас я разрежу и покажу как выглядит в середине мая анина чиабатта смотрим я вот разрезала двор надреза сделала открываем одну часть булочки и и хлеба вот какие тут отверстия хорошо я довольна анюта молодец очень хорошо получилось все молодец она напротив не помещает сразу четыре таких лепешки чиабатты три оставила дома одной меня угостила буду потом пробовать чем-нибудь вечерком или завтра утром как получится сегодня утром когда я включила телевизор и шла передача доброе утро там бегущей строкой было написано что сегодня день продовольствия и тут же следом шла строка что хлеб всему голова смотрите как в тему хлеб всему голова и сегодня меня угостили хлебом домашним вкусным и еще я в магазине сегодня купила такие губки для посуды яркие цветные но это всегда нужно в доме нужны они недорогие кстати 65 рублей по моему вот это упаковочка стоит но я же с вами должна попрощаться всего вам хорошего и пусть сегодняшний день продовольствия окажет вам такую услугу чтобы у вас в доме всегда было продовольствие представляете я так желаю так хочу желаю вам вкусного продовольствия в домашних условиях в доме чтобы у вас пахло хлебом пирогами гости чтобы к вам приходили будьте здоровы до новых встреч до новых встреч